Всем привет, друзья. Всем привет. Сегодня мы едем на море. Сегодня мы приехали на море, на Бакальскую косу. И снова мы будем уже улыбаться. Мы остались не в восторге. Погода поменялась, дождливая стала. А в Севастополе сегодня вообще обещали грозы. И штормовое предупреждение было. Но приехали на Бакальскую косу первый раз. Но, честно скажу, слишком ветрено. Но как бы я не в восторге, жена не в восторге. Детям все равно где купаться. Намочим голову, дети могут застудить ушки. Но вот сейчас собираемся и едем обратно искать подходящее для нас место. Море, конечно, классное. С Ленькой, да, Ленечка? Подойдем сейчас поближе. Ну, медузы. Идем. Ну, пустырь. Лень. Слишком ветрено. После дождя прохладненько. Да, мы в дождь, темно. Ничего, ни магазинов, ничего нет. Как бы одна палатка стоит. Там что-то есть, но там, скорее всего, только пиво продают. Да, чисто такое. С собой еду брать. Как бы дикарями с палатками можно поехать. Да, мне кажется, есть места получше. Нет, нет. Но здесь просто, да, как бы знаю, что здесь есть много красивее, красивее мест. Здесь именно пограничные зоны. Где вот это? Ну, да, вообще весь Тархангутское побережье. Тархангутское побережье. Ну, если вы едете с палаткой, я думаю, места есть и получше. Ну, это, блин, да, это на любителя. Такая вот Бокальская коса. Может, просто, видите, мы приехали в ветреную погоду. И, ну, получили вот такие вот впечатления. Приезжайте, посмотрите. Будете на Бокальской косе, пишите в комментариях, может, у вас какие-то другие впечатления остались. Ну, мы приехали и уехали. Поедем дальше искать. Потому что у нас задача – это обеспечить, в первую очередь, комфорт для наших детей. Это найти продукты, потому что мы с собой ничего не брали, кроме абрикос. Сели и поехали. Комфорт и абрикос. Да, компот и абрикос взяли. Мы особо не рассчитывали с ликарями ехать. Мы более распалованный народ. Ну, вот так. Поедем искать поближе к цивилизации место. Всем привет, мы сегодня купаемся. Если кто-то хочет сюда попасть, только ставьте лайки. У нас перекусок в дороге. Богдан начал поднимать истерику. Почему мы постоянно ездим? Давайте остановимся. Давай заедем сейчас за межводное. Перекусим. Пускай они покупаются. И потом отправимся уже, скорее всего, до Кимчака. Бухта Кимчак. Ленечка. Ленечка поцарапался. Бенечка под носиком. Я сейчас даю шавурму и к вам приду. А я что? Бунданчик, ну как? Ну, холодноватая вода, да? Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока я буду... Пойдите. А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok короче друзья заехали в магазин скупились взяли йогурта сейчас едем на мыс кимчак здесь столько дорог столько направления пришлось хотя едем по навигатору все равно пришлось спрашивать людей потому что вот так вы смотрите эти разветвления развилки идут одна туда другая туда пошла передал штурвал своей жене сам сижу отдыхаю короче сейчас подъедем уже включимся на кимчаке покажу вам эту красоту мы были с колей в том году кум привет были в том году ездили на великах можете посмотреть это наше велопутешествие с кумом и с его детками вот посмотришь короче я скоро будет там уже и включился все друзья приехали мы мы скипчак есть туалеты есть колодец с пресной водой вот и обалденное море здесь еще можно купить рыбку утром могут ее пожарить а сами можете пожарить берите короче с собой горелку газовую и в принципе вот так вот люди приезжают сюда здесь можно купить покушать там утром приезжают рыбаки ловят рыбу камбала есть вот что-то еще может ну вначале конечно идет здесь водоросли но это но они мягенькие как бы они мешают почему там дальше там дальше вот сюда сюда приезжают отдыхать дикарями мне нравится потому что мы сюда приезжали с николаем с кумом на велосипеде с его детьми и когда ехали от сильную жару ехали ехали тут на тебе такое блаженство море конечно сколько вы ехали это знаете это как долго не кушать а потом для вас и обычный хлебушек будет вкусно я как будто где-то в кино оказался в общем вот такой вот мы скипчак с кипчака мы решили уехать потому что потом все такие водоросли в они понравились воняет болото красиво это одно но когда ты на машине приезжаешь конечно разочарован конечно когда ты на велосипеде едешь уже второй день для которой ты там день ехал то у тебя море на первом месте ты нам в любой тем более тем более то есть конечно море красиво ну красиво я не спорю но детям детям там получается три метра красивый да очень красиво море очень красиво скалы но с детьми как бы детям не нравится мы не первые перед нами тоже приехали две семьи с детьми нет они перед они перри приехали после нас и уехали потому что не нравится тоже водоросли короче здесь на мужики нет здесь даже на той как там где мы в первый раз там были бы коса какая-то бакальская 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 но пустые но все равно если мы с тобой вдвоем мы бы и там бы искупались бы но с детьми как бы дети дети да расплакались белья но я ты сейчас кусты врежешься а воняет короче это ночь и водоросли получается идут водоросли а ну в том году так не было их походу убирали но так как сейчас говорит а женщина не 3 метра на футболе все горит на футболе и сейчас никому этим заниматься людей получается берега идут три метра где-то и то есть да пляж хороший не глубоко то есть детям хорошо но богдан зашел все равно когда нас прошелся залез нырнул мог бы нырнуть когда бы но не чё леньки леньки тоже под не побегать там мы решили уехать поедем золотую золотую середину искать чтоб всем всем понравится всем угодить что это большой костей а это большой костей вот на большом костей а там вот раскопки гиппократ лечит болезнь врач но не излечивает природы особо охраняемая природная территория площадь 20 гектаров здравствуйте приятного аппетита а не подскажите на оленевку мы вот так вот выйдем или нам надо вообще в другую сторону вот как тем домиком дать вот тут туда вот туда вот как вот этот поздно этот стоит и правее да туда спасибо капец да там убита на спасибо спасибо а возле большого костеля находится отель для пчел смотрите здесь живут пчелки но здесь описание кто такие дикие пчелы и вот такой вот у них отель он там челы летают старинное дерево стоит слушать здесь пчелок стоком такой до отель если ограждена таким забором прям как этот для как лошадей до выгуливаю так и здесь уже пчелок пчелки летают все так ничего ребят надо ехать здесь этот отель пчел интересно да там написано пчелы и как будто соты и поехали в общем приехали мы в оленевку и сразу в море ура здесь нам конечно очень нравится здесь много кому нравится здесь очень много людей море чистейше очень здоровская ну как море чистое классное море все равно стоило было проехать да по горам ну да не проехали хорошо по скалам проехать в мысль посмотреть понюхать запах гниющих водорослей ага вот ну классно в оленевке здесь белоснежный песок как обычно ничего не изменилось даже стало лучше намного да море чистое медуз нет пока посмотрите вон еще посмотрите маяк маяк вон стоит вон надо будет потом туда съездить с вами давай пока а в джанкуе кстати идет очень сильный ливень очень сильный дождь в Севастополе тоже дождь с грозой а здесь вообще подводка радует круто вот ну вот так вот в оленевке а ну покажите класс как вы ныряете молодец а я вот так ого сегодня короче сегодня решили ехать домой у нас сильный дождь и позвонили говорят поэтому соседи затопило сегодня надо срочно ехать домой посмотреть чтобы у нас все нормально было вот ну к вечеру поедем где-то за два часа думаю доедем и будем уже дома так что ну море не такое холодное да все таки как либо оно все таки сзади нагрелось пока мы ездили либо мне кажется нагрелось просто да в общем здорово здесь и много кому здесь нравится здесь конечно самая большая да людей короче судя по тому что сейчас идет футбольная чемпионат чемпионат мира по футболу много россиян поехали на заработки на да не дорогие заработки футбол смотреть поехали сейчас вот в связи с этим конечно людей может не так много смотри да сколько людей людей дофига очень много людей вдыхающих значит просто там где мы были на Купчаке просто у тебя кстати где мы первый раз останавливались в межводном у тебя до сих пор тут камень морской камень смежмодный еще я его с собой вожу смежмодный 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 все короче всем пока всем пока всем пока спасибо что путешествовали вместе с нами по ездить по американским поркам кстати мы с вами первый раз увидели эту ферму пчелину а не ферму а гостиница пчел для пчел ничего такого наверное интересного но все равно с вами гостиница пчел у кого то своя все ребят всем пока всем пока подписывайтесь на наш канал у тебя кепочка от Hyundai у меня кепочка от Hyundai не хотели давать кепку это кстати было на 8 марта кто проходил тех осмотр тому дарили кепочку и я естественно вычитала в инстаграме и говорю можно будет потом оставить кепочку и они оставили и подарили от Hyundai фирменная Hyundai всем пока всем пока все пока пока будем купаться и ехать на буху